Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, в эфире новая программа, которая называется так Замедление старения, долговечность, качество жизни, полноценное здоровье Как нам достичь полноценного здоровья? Сегодня, отвечая на ваши многочисленные вопросы, я снимаю фильм 2 О кожных заболеваниях и вообще, о этиологии заболеваний любых Это прыщи, это псориаз, это нейродермит, это чесотка Это вообще ужасные вещи Значит, с чего надо начать? С чего надо начать вам? Вы лучше меня знаете Я не могу вам давать советы, чтобы не было потом претензий Но я бы с чего начал? Я вам скажу Первое, я бы начал с того, что задумался, почему мне дала эта болезнь И перестал бы предъявлять претензии Несчастье и болезни идут в предъявление претензий другим людям Ты плохой, я хороший, ты меня должен Ты меня должен вылечить Я болен, ты меня должен вылечить, тебя Господь послал Да, и вот эти вот бревни все Они очень-очень опасны Дело в том, что у вас своя проблема и решайте её сами Смотрите, что надо сделать Как бы я её решал? Я решал бы так Я бы решал бы её так Первое, я бы поменял в корне питания Первое, смотрите Солнце садится Природа спит Вы должны спать Потому что солнце В нашем сердце стимулирует нас Солнечный свет, энергия То, что даёт нам жизнь Солнце спит А вы начинаете есть мясо вечером В 9 часов вечера Какая разница, где здесь причина? Разницы нет Причина нас не интересует Солнце зашло, никаких мяс Понимаете? Никакого белка, чтобы ничего не было Поджелудочная железа спит, организм спит, кишечник спит Всё спит Вы начинаете наедаться Единственное исключение Я считаю, что если вы здоровы, ешьте что угодно Нам всё равно, что вы едите Ешьте хоть камни Хоть табуреты Но если вы больные Ну, я говорю себе Если я болен Если я болен И был бы этими заболеваниями Я, первое, прекратил бы полностью употребление животных Месяца на 3 Хотя я вообще их не ем Месяца на 3 Почему? Чтобы исключить заражение паразитами Всевозможными микробами Дело в том, что в куске мяса содержится 1 миллион 400 тысяч микробов Которые не поддаются никакой варке, никакой жарке Вообще ничему Они умирают при 400 градусов тепла А у вас нет такой печки, у вас 200 Так вот, и с каждым куском мяса мы вводим 1 миллион 400 тысяч микробов Естественно, наш иммунитет придёт к нулю Вы скажете, вот пророк ел Вот ещё вы не путайте пророков в свои грехи, ладно? Не надо Пророк ел чистое мясо Если у вас есть бараны свои Чистое мясо, которое вы можете есть без антибиотиков, без добавок Которые пасутся на лугу Это другое дело А когда вы едите про химическое мясо Там огромное количество микробов Естественно, они у вас размножаются И вот эти прыщи у вас вылазят Что же вы хотели? Это одна из теорий Теорий много Итак, первое А вечером только сырой овощной салат Вот так будет правильно Я бы сделал так для себя Потому что я знаю Такую... Такой закон Святой апостол Павел в послании к ревлянам сказал так 3.13 Ибо иной уверен, что можно есть всё А немощный ест овощи Если вы уверены, что можно есть всё, ешьте А если не уверены, то тогда мы переходим на овощные салаты И овощи нас вылечивают Почему овощи? Потому что это фитохимикаты Потому что это аликаменты Это вещества природного происхождения Но они являются природной химиотерапией Это антибиотики Они возрождают нашу гормональную систему, стимулируя её Мы разваливаемся, потому что у нас не хватает гормонов И разваливаемся очень быстро А сырые овощные салаты и травы, они стимулируют Гормональный фон, и мы в форме, понимаете? Это то же самое, что колоть каждый день гектометазон, допустим, гормон какой-то, спинной мозг Или когда человек умирает и так далее Чтобы как-то возбудить его хотя бы на несколько часов к жизни А раздельные возбудят у нас не на несколько часов, а на несколько десятилетий к жизни Итак, первое. Убрать всё мясное, молочное и так далее. Всё, что от животных Раз. Я бы сделал так. Вы делайте, как хотите Первое. Я бы убрал всё это Второе. Начал очищать бы кишечник с помощью сена, видите? Сена мекканская. У мусульман здесь, на Востоке есть свои законы Это лечение по Сунни. Сена Сена берём чайную ложку. Вот перемололи листья сены в порошочек Взяли 1 чайную ложку порошка, а если листья, то 1 столовая ложка На стакан воды прокипятили 5 минут и выпили В 2 часа дня. В 8 часов будет хороший стул, будет очищение печени, кишечника Или вы можете вечером выпить, тогда утром будет стул Один раз в день. Три раза в неделю хватит, к примеру Вот. А потом уменьшите Второе я бы делал по авицене клизмы Лечение клизмы. Это из ромашки. Авиценна, голен Гиппократ. Они увлекались этим Я не говорю, чтобы вы делали клизмы. Просто, когда такое безвыходное положение А клизмы из ромашки пропитывают всё, понимаете? Пропитывают кишечник, делают его новым Но, делается одна простая клизма, а потом с тёплой клизмой где-то 30-35 градусов Вы лежите 20 минут, и ромашковая клизма делает вам совершенно новый кишечник толстый Теперь проблема у нас вот где? В тонком кишечнике В тонком кишечнике собрались много червей Много гадостей, непереваренной пищи Потому что вы едите, едите, едите Вот эта мясная пища, она откладывается там, как Она гниёт там месяцами Понимаете? Если, не дай бог, вы ещё запиваете пищу водой после того, как вы поели Тогда вообще говорить не о чём. Пища вообще не переваривается Итак, первое, второе, третье. А вы скажете, а что же есть? А есть вот что Смотрите, я ем большую палитру салатов Вот сок обыкновенный из брокколи. Видите, я по 2-3 стаканчика стимулирую иммунитет Пью его. Да, шнековая соковыжималка. Хороший сок Вы можете делать сок из других растений. Помидорный сделайте сок. Какой хотите Теперь я беру обыкновенную пророщенную пшеницу Вот пшеницу. Видите, я её залил водой, активировал на ночь, а потом утром слил воду и положил тряпочку на неё Она проросла. Она проросла её через мясорубку 2 раза и затушу её на сковородочке Затушу и она мне вместо хлеба будет чистить кишечник Можно сырой её по 4 столовых ложки есть с мёдиком, к примеру До еды за час, за два. И она прочистит весь кишечник Параллельно от глистов, допустим, по суни у мусульман есть седана Чёрный тмин. Профессор Рамзия советует употреблять, если у вас нет язвы желудка И атрофического гастрита, после еды по чайной ложечке с мёдом Видите, перемолотый порошок Он говорит, пожизненно надо употреблять, пожизненно Это онколог говорит, профессор Рамзия Из института Винстед. Вы можете посмотреть его фильм даже И вот порошок чёрного тмина, он стимулирует иммунитет на выработку гормонов Здесь есть витамин В-17, здесь есть противовирусные ингредиенты Иммунитет начинает работать. Это запуск иммунитета на другой уровень И постепенно накапливаясь в нашем кишечнике, чёрный тмин начинает работать Работать, работать. И создают такие условия для гельминтов, микропаразитов При которых ему трудно жить Это то же самое, что вот вам на шею взять и повесить Ну, как у Бигги-Бота, например, понимаете? Вот так чёрный тмин тоже действует на гельминтов Он сидит у них на шее и прожигает их, понимаете? Они жирорастворимые И начинает прожигание Я просто ощущаю, как он действует. Он работает на психосистеме организма Это великое лекарство, пророк. А что же вы думали? Это не шутка Вы можете его с мёдиком делать, можно с льняным маслом, можно масло чёрного тмина добавить, ложечку смешать и как кашку съесть И постепенно эффект будет налицо Потому что это великое лекарство Можно из него делать чай. Мы просто вот берём, допустим, ложечку порошка И завариваем чай, понимаете? Завариваем чай Вот Захожу к сапожнику Смотрю, чай из чёрного тмина пьёт Я говорю, уважаемый, ассалумм алейкум Малико ассалумм, я говорю Просвещённый человек, он говорит, да, это чёрный тмин Я пью его всегда, потому что это лекарство, завещанное нам предками И этот сапожник очень грамотный человек Он за поезд заткнёт любого профессора И он пьёт этот чай два раза в день Я, говорит, пью его два раза в день, у меня хороший иммунитет Это говорит сапожник И что же вы думаете? У меня повернулся язык спросить, а у вас диплом есть? Я же в своём уме Какой диплом? Он умнейший человек, он правильно делает Чай из чёрного тмина, ложечка тмина с мёдом Даст вам исцеление от любого заболевания Плюс доброжелательность Вы должны быть добрыми, отзывчивыми Вы должны добрыми дела делать Вы кому-то что-то хорошее сделали? Кроме претензий Дай мне, напиши рецептик, распиши Там, где женщина пишет, распиши то, распиши всё Больше мне делать нечего, только расписывать вам всё это Зачем мне это? Мне это даром не надо Вот смотрите и учитесь, это гречка Что ем я? Вы едите мясо, правильно? Вы едите животных А я это не ем, из-за этого у меня нет никаких болезней Я вообще ничем не болею Смотрите, это гречка Перемолотая в этом блендере С томатным, с томатным, с тушёным овощами Здесь брокколи, капуста А помидоры или простая капуста Дунганский перец, основу, понимаете? Дунганский перец, стимулятор иммунитета Дунганский перец, капустка, помидорчики побольше Лук, чеснок Куркума, это чайная ложка куркумы здесь И чёрного перца Великолепно! Гречка Теперь Тушёные овощи Теперь Сок из брокколи Пророщенная пшеница, тушёная Я могу 4 ложки просто съесть, она тогда очистит весь кишечник вам Просто через мясорубку переверните её и с мёдиком скушайте, до еды за час 4 ложки в день, она прочистит весь кишечник Тонкий И Это заменяет хлеб Я её могу перемолоть с гречки в блендере, получить в такую кашицу Вы даже не увидите, видите, какая она жёсткая? А здесь А здесь, вот в этом блюде, вы её даже не видите, а на самом деле она здесь есть Здесь гречка перемолотая, с проросшими зёрнами пшеницы Она тушёная и великолепное блюдо Ну, вот вам и иммуномодулятор Значит, гречка заменяет полностью всю мясную палитру Заменимы, незаменимы, это всё громкие слова, мы знаем это, декларировано уже тысячи раз Гречка заменяет полностью мясо Здесь все есть аминокислоты, которые нужны Это настоящий лекарственный препарат широкого спектра действий Также она возбуждает ген P53, который начинает стимулировать иммунитет, который сам уничтожает все микробы Вот и всё Это стимулятор иммунитета, это активатор всех систем И не забудьте, самое главное, запомните, что тиопаутины, это серосодержащие вещества, находятся в горчице Гречка без горчицы не употребляется Горчица, чеснок, хрен, это те активаторы иммунной системы, которые запускают все каскадные системы на работу Если нет серосодержащих веществ, гречка, ой, то, что я сказал, горчица, хрен, чеснок, лук Тогда делать нечего, в сыром виде Естественно, 4,5 грамма, это доля, это доза запуска всех систем Допустим, сердечно-сосудистая система без горчицы, хрена, чеснока работать никогда не будет, это исключено Система желудочно-кишечного тракта, иммунная система, все активизируются серосодержащими веществами Почему Господь их придумал? Почему мы отказываемся? Почему? Кто придумал? Естественно, дьявол придумал хитрый ход, он говорит, чеснок пахнет плохо, его нельзя есть И значит, правильно, если вы съели чеснок, у вас выгонят с работы В Англии, если вас повеет просто чесноком, вас вышвырнут, как собачонку с работы в течение одного часа Духу не будет. Почему? Это дьявол придумал А вы что думали? Чеснок нам дал, дан Господь для того, чтобы мы лечились Но мы его отвергли, мы точно так же отвергли Господа Я желаю вам здоровья И я думаю, что вы задумаетесь над теми словами, которые я вам сегодня дал А дал я вам сегодня очень многое До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok